Парни, правила знаете. Внимательно слушаем мою команду. У вас три раунда по две минуты. Покажите, красивый. И главное, честный бой. Руки вожали. По углам. Одна четвертая хайп реалити. Погнали! Готов. Первый раунд. Пой! Итак, друзья, у нас продолжается реалити. С вами сегодня работаю я, Виталий Тарасов, и мой коллега Арай Чапарян. Марив Пираев... Арай Чабанян. Чабанян, прошу прощения. Марив Пираев с Умаром Тесиевым сейчас в октагоне. И мы сразу наблюдаем клинч. Ну что ж, интересно наблюдать за Марифом, за моим противником. Я не знаю, знаешь ты или нет, но... Так я же комментировал этот бой. Я же комментировал ваш бой, и снялся ты, как я понимаю, ввиду травмы. Да, да, да. Но невозможно было продолжать, потому что рука сломана, я ничего не мог сделать. И что ты можешь сказать о Марифе, как о сопернике? Слушай, ну, я тебе так скажу, была бы у меня рука левая целая, я бы его в нокаут отстал в первом раунде точно. Сто процентов. Сто процентов сам Мариф это подтверждает. Итак, мы смотрим. Это интересное противостояние. На мой взгляд, одних из фаворитов, это Умар Тесиев и Марив Пираев. Ну, фаворитами двоих я бы не назвал, если честно. Марив, да, фаворит. Но и Умар все-таки чемпион другого промоушена. Мне кажется, Умар как раз находится на полном ходу. Пускай его основной, как у Марива, вид спорта это ММА. Но я думаю, что он может составить конкуренцию в боксе. В бою с Марифом все равно он андердок. Я думаю, у Марифа физи... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, наблюдаем, мы здесь опять... Ой-ой-ой-ой, сейчас зацепились. Стоп! Разозлился Мариф, потому что Умар по нему попал после остановки. Бо удара Мариф ему сделал ответку. Внимательно говорю! Да, недопонимание между бойцами. Команда, стоп! Бой продолжается. Пираев все по-прежнему напирает на своего оппонента. И да, действительно, он опытнее в разы, чем Умар Тесиев. Умар, знаете, такой вот неудобный соперник. У него длинные рычаги, он такой чуть нестандартный. Спойлер. Да, не поймешь, откуда удары прилетают. Он пытается прям... Издалека видно этот удар Умара, не пытается он как-то выцелить. Да, есть такое. Интересно посмотреть, в какой форме сейчас находится Мариф Пираев. Потому что в бою со мной он был на пике. То есть это была подготовка к бою с моряком. Основная цель была подготовка с моряком. И он прям был в максимальных физических функциях. До этого все понимали, что это Ара Чабанян чемпион. Сейчас понимает, да, будет конкуренция. Но мы также знаем, что Тимур Никулин решил не продолжать. И ушел из проекта. И периодически встречаются замены. Поэтому, возможно, мы Ара еще увидим. Посмотрим. Но уже вряд ли. Уже вряд ли из-за травмы. Да, рука, потому что спицей в ближайшие два месяца точно боксировать нельзя. Ой-ой-ой-ой. Вот так налетает Тисиев на своего оппонента. Пользуется своим размахом рук. Пользуется. Ой-ой-ой. Два джебника. Да, сдваивает передней рукой. И вот хорошо Тисиев из-под низу, из-под юбки, как это называют еще, пробивает джеб. Не всегда его видно, когда он опускает руку. Хорошо, сейчас пытается провести атаку. Но Мариф все видит и подставляет плечо Шаудер-Роу еще за эту защиту. Ты знаешь, мне кажется, Марифу сейчас надо немножечко сменить стиль. Потому что он почему-то, почему-то он на дистанции с Умаром дерется. А как бы нет смысла, потому что у Умара рычаги длиннее. Ему надо, мне кажется, вот сближаться. Ну, я думаю, что все-таки Мариф пытается использовать ту же тактику, что с Евгением Моряком, который он использовал сблизиться и наносить удары в клинче, в таком рабочем клинче. Но здесь Умар не всегда дает это делать. А замечание сейчас сделал, я пропустил. Это из-за чего? Потому что, я думаю, Мариф придерживает. Честно говоря, не расслышен. А разве по регламенту нельзя придерживать? Это же бокс. Ну, вообще, в разных организациях есть разные регламенты с точки зрения удержания. Ой, хорошо, сейчас встретил Тесиев налево и сбоку. Ну, да, сначала боковой дал Мариф. Обменялись, можно сказать. И вообще становится видно, что Тесиев начинает чувствовать бой. Уже правильные действия от него идут. И с точки зрения защиты. И не всегда он дает себя вязать. Как раз вот сейчас. Ну, первый раунд. Кому бы ты... Хорошо, сейчас закидывает Тесиев, по-моему, как с нашей позиции видно, донес он правую руку. Борьба пошла. Мариф решил побороться. Не все элементы, ну, ввиду того, что мы... Неправильно была настроена камера. Мы не все элементы просто видели в первом раунде. Поэтому это не могу сказать. Но думаю, что там был чуть порезультативнее Мариф. Но здесь у Тесиев что-то уже начинает получаться. Слушай, ну я бы не дал бы там, знаешь, явного преимущества. То есть непонятно. Сейчас опять Тесиев встретил на джеб. Летит Мариф очень открыто. Сейчас как будто вообще головами ударились как будто. Открыто летит Мариф. Ну, Мариф заведенный. Как будто что-то его взбесило. Мне кажется, загрессер, загрессер. Да, да, да. Мне кажется, пару ударов пропустил. Я думаю, завелся. Видите, сейчас даже что-то обменивается. Вот, наверное, разбирает тот эпизод, из-за которого и завелся Мариф. До сих пор спорят. Уже прошло 3 минуты. Ну что ж, третий раунд. Сейчас решится на самом деле. Потому что по первым двум раундам мы пока еще ничего на 100% не понимаем. Сейчас кто заберет, я думаю, тут и заберет бой. Поехали. Мариф Пераев. Ну давай. Покажи свой бокс. Раздергивает Тесиев. Не очень у него острый джеб. Часи он вот попадал Марифу именно левым сбоку. Вот как сейчас он попробовал накинуть. Не выдохлись бойцы. Хорошо, Мариф. Видишь, как бы темп держит. Третий раунд, но не чувствуется, что ты устал. Да, что кто-то выдохся. Ну и все-таки здесь он хорошо. Сейчас два удара. Я не видел, попал Леоперкот. Но левым сбоку точно закрыл свою связку Тесиев. Мариф как грузовик просто сносит. Сносит его, понятно, я согласен. Хотя, знаете, Умар тоже не слабый парень. Борьба у него есть. Однозначно. И в третьем раунде, мне кажется, что у Тесиева побольше попаданий точно. Работай, говорю! Мы слышим, как угол... Одель. Это одель. Да, угол Марифа. Это одель открывается. Вот сейчас я не подскользнулся или это попадание было? По-моему, подскользнулся. Я тоже думаю, что подскользнулся. Вот опять пытается вот с проносом пробить Пераев. Немножко незряче бьет. Слушай. И вот эти вот вещи, ну просто Тесиев и крупнее, не проходят, как опять же проходили в работе с Марифом. Неудобно, я же говорю, для Марифа неудобный соперник Умар. Ой, хорошо, сейчас Тесиев. Вы знаете, будет сенсация, для меня это будет сенсация, если Умар пройдет дальше. На мой взгляд, Умар конкурентный боец. Однозначно, он очень сильный боец. То есть по ММА я Умара считаю очень сильным бойцом ходом ММА. Сто процентов. Просто, как мне кажется, именно на руках это... Мариф просто больше опыта в боях на руках. Ну да, да, да. Это не Умара Сихея. Значит, мы видим, как хорошо выцеливает в моментах Умар. Он сейчас вот провалился с моим ударом. Ой, 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 сейчас попадает. Вот сейчас попадает Мариф. И все, заканчивается этот бой. Но мы знаем, что если будет ничья, то возможен экстра раунд, как мы видели на прошлом реалити, когда дрался Букин с Сойевым. Правда, Букин не вышел на этот экстра раунд. Вот сейчас смотрю, переговаривают бойцы. Но и Умар, и Мариф, как бы я с ними... Итак, разделим решением судей. Победу одерживает Мариф Пираев. Умар, я вижу, ты недоволен решением судей. Умар. Всем салам алейкум. Всех приветствую. Ну, получилось как получилось. Я, конечно, хотел выиграть, но... Сегодня был лучше счет сказать. Спасибо, Мариф, за бой. Мариф, расскажи, пожалуйста, победа... Изначально многие думали, что ты явный фаворит, но победа была раздельным решением. Видно было, что не прямо так легко. С чем это связано? Хороший ли такой был Умар? Или, может быть, твое что-то у тебя? Спасибо Умару за бой. Умар очень неудобный соперник. Честно сказать, у меня такого настроя не было. Я думал, я выйду, спокойно выиграю. Я вообще сонный. Вот сейчас тоже такое состояние у меня чуть-чуть. Спасибо Умару за такой бой хороший. Вот. К сожалению, у меня не получилось все, что я хотел. Все, что тренер мне говорил. Действительно, он очень неудобный. Огромный. Рычаги длинные. Некомфортно было с ним работать. Да, сначала он удивил всех, когда выиграл Арбей Меева. Теперь вот так вот. Скажи, Мариф, в полуфинале хайп реалити, вот с кем ты видишь, что ты вот сойдешься? Мне без разницы с кем. Кто выиграет, кто дальше пройдет, всеми я буду драться. Это у меня за месяц три боя подряд. И я очень морально устал от этих боев, от этой атмосферы. Поэтому чуть передохну, и в полуфинале вы меня увидите. Ну, ты ММАшник. Опять очередная победа по боксу. Поэтому, я думаю, ты, как у Винлайна, и есть фаворит этого... Как у Винлайна ты есть на данный момент фаворит, так ты им, скорее всего, останешься. Вот, большое спасибо. Есть еще какие-то слова сказать? Все, спасибо большое всем, кто болеет, переживает. Спасибо моему тренеру, моим братьям, которые здесь все за меня болеют, переживают. Всех обнял, поднял, люблю. Уйди, 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 орай! Реванш когда? Ты мне нужен.